всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале у нас продолжает жара поэтому я продолжаю записывать короткие расклады хорошо сегодня мы с вами смотрим правила вашей жизни как вы управляете своей жизнью умеете ли вы это делать и какими правилами как это правильное слово выстраивается до либо ограничивается ваша жизнь до из каких правил составе состоит ваша жизнь так отодвигаем камешки приступаем сразу позиции номер один голубенькие камешек наверное знаете я посмотрю сейчас на момент здесь сейчас вашу жизнь в общем а потом какими правилами вы оперируете да так скажем своей жизни ваша жизнь в общем на момент здесь сейчас прекрасно шестерка мечей карта которая говорит о том что вы выдвинулись в свой путь да вы решили двигаться дальше ваша жизнь сейчас идет таким знаете как это так описать то раньше теплоходы да они назывались или пароходы да вот либо по речке пыли как они там называется не знаю не помню теплоходы у них вот как-то знаете сбоку какие-то колеса были вот они вот так вот вращались вот и тем самым по речке плыл вот этот вот корабль его не назовешь на слишком большой до для этого слова а вот теплоход скорее всего здесь вот что-то такое знаете каким-то своим путем размерен вы двигаетесь к своим каким-то целям идете в свое направление в своем направлении причем знаете вы не торопитесь здесь и при этом не останавливайте такой знаете ритм достаточно комфортный кого для вас но цели направленные на что-то конкретно то есть вы четко знаете куда вы идете вот вы даете себя в чёт что любое механическое устройство периодически надо как-то его производить сервис да так как-то периодически его подпитывать необходимым там есть на и топливом то есть вы вот это вот все осознаете и у вас нет такого что-то вы прям движетесь очень быстро то есть вы понимаете если где-то надо остановиться вы остановитесь если надо сделать какую-то передышку вы сделаете ваша жизнь она находится вот таком знаете в неком таком плавание но почему я сказала именно река они океан не море да потому что любая река у нее есть берега да у нее есть вот этот вот вектор скажем так некий некая такая канава по которой она который она ограничена вот ваша жизнь она в какой-то степени тоже чем-то ограничена да но вот эти вот ограничения они просто вам помогают как будто бы не сбиться с вашего пути ведут именно вот в какое русло идиот река вот здесь вот как как канава да вот именно знаете вот как например венеции да то есть дома слева справа и вот этот канал и вот по этому каналу вы плывете вот здесь так что еще до идет завершение до завершение десятка мечей окончания где-то какая-то усталость но позитивный момент заключается в том что где-то вы приняли какое-то решение здесь и если мы говорим о как вы управляете своей жизни вот здесь наступил как раз к тот момент когда мы можем сказать что вы действительно решили управлять своей собственной жизнью то здесь уже принято такое знаете решение что я готова идти дальше смотрите три арканы три аркана все мечевые причем после десятки наступает туз мечей цикл завершён и вы двигаетесь с чистой совестью и со спокойной душой вот именно дальше его очень приятные такие энергии вот здесь идут хорошо смотрим какими правилами да вы либо на какие правила вы опираетесь вообще в своей жизни то есть какие ваши принципы да по жизни восьмерка мечей все мечи выпали на единичек какой ваш принцип ощущение того что помогать помогать именно не нуждающимся а здесь людям которые находятся в каком-то знаете затруднительном положении причем здесь не обязательно помощь может быть финансовая здесь скорее всего знаете вот ощущение того что кого-то с кем-то соединить связать дать какие-то контакты больше связано с тем чтобы поддержать возможно если это еще даже связано с вашей профессии это вообще будет супер потому что восьмерка мечей она говорит об углублении да то есть глаза связанные руки связаны это конечно же все визуально но я для чего это сделано для того чтобы вы заглянули внутрь себя и вот ваши принципы в первую очередь по отношению к себе в любой ситуации остановись проанализируй посмотри копни глубоко да вот здесь вы копаете по восьмерке мечей очень глубоко вы анализируете поскольку это мечи вы ищете ответы внутри себя вы всегда смотрите стараетесь увидеть то что не видно другой стороны ваш вот это вот принцип то как вы копаете в себе вы это помогаете делать и другим людям либо ваша поддержка но поддержка не не просто людям а вот именно те которые оказались сложной какой-то ситуацией голова разболелась так много вы думаете а еще хочу сказать один из ваших принципов правил глаза боятся руки делаю да то есть вот каждый раз причем здесь еще такой интересный момент уже не выбираете легких путей вы выбираете для себя сложные какие-то тропы и вот каждый раз когда начинаете какой-то путь присутствует вот этот вот страх но вы преодолеваете вот здесь это как будто бы самая ваша сильная сторона а именно в кризисных ситуациях сложных ситуациях вы у вас становится очень ясная голова его четко понимаете что вам нужно сделать здесь как будто бы решение нужно вам периодически принимать только тогда когда вы находитесь десятки мечей да то есть вот прям дошли до дата до точки невозврата до последние капли только тогда вы сможете принимать какое-то решение здесь чувство что вот эти вот периодические трудности сложности с которыми вы сталкиваетесь они вас как будто бы закаляют вы уже без них не можете то есть если вам предложить размеренную спокойную жизнь вы скорее всего ее не выберете потому что но для вам как будто бы не то чтобы скучно будет а вы так привыкли да вы так привыкли вы привыкли каким-то трудностям их преодолевать где-то от этого получаете какое-то внутреннее удовлетворение то есть это вот вам выдает какие-то эмоции ваше правило идти на ощупь вы вообще по жизни идете как будто бы знаете вот в некой такой темноте непонимание куда здесь не фатальность то что вы доверяете как-то судьбе но и одновременно вы не тот человек который планирует свою жизнь вы как будто вы идете по жизни на ощупь от куда вас выведет то есть сначала вас должно куда-то что-то вывести а потом вы будете по по факту принимать какие-то решения еще какие у вас правила есть тройка кубков вот вы создаете вот эту вот атмосферу доброты и праздника доверия веселья вы даете легкость при всей вашей мечовости при сей вашей серьезности вы умеете создавать атмосферу праздника атмосферу легкости вас вопроса жизненно необходимо делиться а при том что вы никогда это не делаете вот прям очень удивительный момент вы редко когда кем-то с кем-то делитесь чем-то своим личным вы по весь в морге мечей предпочитаете больше самостоятельно углубиться в какой-то процесс но очень важно для вас тогда когда вы действительно откроетесь и пожелаете кому-то открыться довериться чтобы был такой человек другой стороны вам нравится когда вам доверяет а когда вам что-то рассказывают вот то есть вот праздник отдых причем так интересно вы всегда говорите что жизнь должна быть легкой жизнь должна быть простой простой при при условии того что вы никогда такую жизнь бы и не выбрали для себя так что еще какие правила какие правила какие жизни до ваши правила жизни по королю жезлов достаточно позитивные вот позитив это одно из ваших скажем так сильных качеств позитив не в плане того что вы закрываете глаза как по восьмерке мечей да и впадаете в иллюзию что все будет хорошо надежды нет вы не тот человек который надеется вы тот человек еще который делает да поэтому ваше правило это вот храбрость мужественность лидерские какие-то качества куда-то вести людей как-то их но хоть сказать подогревать поддерживать воодушевлять помогать видеть какие-то перспективы на будущее да вы человек который очень интересно рассказываете увлекательно передаете какой-то вот информацию не напоминает есть какие-то такие литературные вечера когда вот есть там оратор который что-то говорит интересно рассказывает и люди прям завороженные смотрят на него слушать ваше ваше правило по жизни любить жизнь любить жизнь как таковую наслаждаться вот прям по полной неважно что вы этого не делаете сами но вот ваше правило ваших вашего мировоззрения есть такое что надо от жизни брать все по максимуму знаете меня такое ощущение что когда вот вы находитесь позитиве не занимаетесь самоанализом вы действительно так и делаете вы живете по полной ваше правило яркость яркость причем знаете такая удивительная яркость я не вижу что вообще по королю жезлов это люди у которых очень много связи очень много контактов то есть записная книжка должна быть переполнена я не вижу чтобы ваша была бы переполненная но вот вы как-то совмещаете в себе коммуникацию хочет сказать тогда когда вы разговариваете вы разговариваете когда вы общаетесь вы общаетесь но специально чтобы создавать какие-то такие моменты и желать этого общения очень редко бывает этого ваше правило знаете вы еще даже может и людям такое говорите иногда что ну вот какая-то самостоятельность при всем при том что вы не очень-то любите здесь смотрите как я не вижу чтобы вы очень любили как-то действовать двигаться но когда у вас есть цель да вы все сметете на своем пути то есть вы очень активны можете быть но здесь опять таки вот как я говорила да этот образ теплохода по каналу плывущему то есть он понимает что сейчас надо остановиться и останавливаться сейчас надо на всех парах двигаться вперед вот это вот ваш образ вы вот так вот и делать здесь по королю жезлов она так и есть то есть когда вам надо что-то сделать вы очень становитесь действенными активными когда вам что-то надо для других людей когда надо кого-то защитить когда надо кого-то поддержать когда надо вложить какие-то силы в других людей в себя вы как-то это не очень-то делаете да как некий такой день генератор для других но для себя не для себя вот единственно что вы можете сделать это вот восьмерка мечей погрузиться в свои свои какие-то омуты понимание созидание взглядов созерцание вот так в принципе такая знаете не однозначная личность я могу сказать и жизнь вас такая неоднозначная это помимо может быть очень яркая и это не факт что знаете вот вы не относится и категория людей что можно сказать вот первая половина жизни вторая половина нет у вас этапы этапов жизни то есть даже неважно сколько вам лет у вас всегда будут такие этапы когда они будет очень яркие они будут очень насыщенные они будут очень эмоциональные в них будет много чего случаться много людей общения прям вот веселья неожиданности и вот но скорее всего больше здесь встречи я не вижу что было много так вот прям путешествие движения не здесь скорее всего вы наполняетесь от коммуникации с людьми нет всех но вот в большинстве своем а потом вы вот знаете какой-то вот этап зимы и спячки в спали спячку и находите свои восьмерки мечей вам так хорошо вам там уютно вот сами собой разговариваете на сумму человека всегда приятно поговорить не поэтому вам никогда не бывает скучно именно едине ну и последнюю карту вытащу какие ваши правила по жизни ну вот королева мечей в принципе описывает то кем вы являетесь то вот здесь то есть человек который ну понимает понимает людей видят людей здесь человек с огромным огромным опытом прошившим на себе который его проанализирует то есть ваша сильная сторона это то что вы анализируете себя вы анализируете свой собственный опыт вы понимаете исходя из этого вы понимаете мотивы других людей вы понимаете жизнь других людей через призму себя то То есть вы не тот человек поверхностный, который ну как-то видит другого, да, и ну ладно, ну то есть нет настроения просто и все. А вы же видите еще и то, что скрывается за этим, вы умеете читать между строк. Хороший психолог, но при этом вы человек легкий на подъем, вы всегда готовы к каким-то переменам, хотя самостоятельно будете избегать этих перемен. Ну все такой вот диссонанс, да, с одной стороны, пришли перемены, окей, классно, супер, то есть надо как-то, знаете, вынуждены куда-то переехать, окей, классно, собираем шмотки и находим, что как нужно сделать, перевозим вещи и переезжаем. Но самостоятельно вы будете жить 10-20 лет в одной квартире, никуда не будете переезжать, будете говорить о том, что вот мне здесь не устраивает, мне нравится. Но что-то менять самостоятельно нет, но когда вдруг эти перемены неожиданно случились, то есть вот, ну прям, я не знаю, вынуждены как-то сменить стоимость аренды, да, либо хозяин вам говорит, что вам нужно съезжать, ну вынуждена какая-то ситуация. Вы к этому очень прекрасно отнесетесь, то есть вы такой человек, который к переменам, ну легкий, легкий на подъем, да, то есть вас при вашей такой тучности, в кавычках, в любое время вам позвонишь и скажешь, ну пойдем, пойдем туда, и вы пойдете. Второй вопрос, нравится ли вам туда пойти или нет, то есть вот здесь еще такой момент, если вас что-то, вам что-то не нравится, вы это делать не будете. Вы человек, который четко понимает, что я хочу и как я хочу, вы не будете уже подстраиваться под других людей, вы являетесь, кстати, авторитетом у людей, в том числе у мужчин, то есть в вашем окружении больше, скорее всего, друзей мужчин, нежели, если вы женщина, нежели поклонников по причине того, что вот им интересно с вами общаться, да, как-то с вами советоваться. Они где-то в какой-то степени вас побаиваются, да, потому что, ну всегда, когда, знаете, вы слишком, слишком сложно устроенный человек, потому что у вас есть вот эти вот ваши принципы, поскольку здесь очень много мечовости, так ощущение, что только аркана справедливости не хватает. Вы ведь такой человек, который все всем по заслугам, да, вот как ты со мной, так и я с тобой, и поэтому лишний раз вас как-то обдурить, ну, не получится, а если получится, то только потому, что вы позволили. Обычно вот колодья Тару неба и земля, королева мечей, она держит в левой руке голову человека, да, отрезанную голову человека, но всегда направлены на будущее. Вы тот человек, который идет в это будущее, вы не останавливаетесь на своем пути. Вот такие правила, ну, сегодня я смогла увидеть по первой позиции. Вообще интересный, мне кажется, расклад, потому что, ну, правила, правила это являются какая-то, знаете, какие-то сценарии и рамки модели поведения, да, и вот их, ну, можно постоянно читать, всегда что-то, потому что люди, они многослойные, они многоуровневые, всегда что-то новое можно для себя найти. Итак, позиция номер два. Красненький камень. Сначала я посмотрю вашу жизнь на сейчас, а потом посмотрим, какими правилами, да, вы оперируете, на что опираетесь. Ваша жизнь на сейчас. Прекрасно развиваетесь. Восьмерка жезлов, шестерка кубков. Очень приятные, очень теплые карты. Где-то, может быть, вспоминаете какое-то свое прошлое, юность, возможно, да, возможно, встречи, общение с людьми из прошлого. Вы нужны какие-то проекты, идеи прошлого сейчас всплывают заново, и вы как-то думаете, как их реализовать. Здесь очень много общения, очень много сообщения. В атмосфере витает какая-то такая, знаете, приятная, хочется сказать, движуха, да, какая-то вот активность. Вы это славливаете, что что-то происходит, что-то происходит, ваши ощущения. И то, что происходит, вам это очень нравится, да. Есть какие-то вот эти вот волны, вайпс, да, доброты, какой-то вот открытости, чистоты, вам, ну, такое, знаете, бывает, когда готовишься, не знаю, поехать в отпуск. И вот такая суета, но она приятная суета, да, вот это надо взять, вот это надо взять, вы как-то там что-то представляете, вспоминаете. Особенно если вы едете в отпуск куда-нибудь на места, в которых вы уже были, да, либо как-то вот, хочешь сказать, на свою родину, да, там, там, где вы выросли, там, где вы родились. Все места из прошлого. Здесь приятное прошлое, юность, да, может быть, прошлое воплощение, такое тоже может быть, что-то всплывает сейчас на поверхности, и оно начинает, вот, принимает жизнь, да, как-то вот, начала активироваться. Вот, здесь, здесь такое, такая у вас сейчас жизнь. Хорошо, смотрим, какими правилами вы оперируете по жизни, вот, какие у вас есть правила. Да у вас одно правило, да, в баркану звезды. Это правило мечты, надежды. Слушать свое сердце, вот так я скажу, вы, ваше главное правило, это внутренний отклик. Внутренний отклик, ваша путеводная звезда. Главное, никуда не торопиться, идти, соответственно, своей какой-то мечте, здесь даже не цель, а здесь какая-то мечта. Жить по совести. Вот, по совести, в плане не интеллекта, как по первой позиции, а по состоянию, по состоянию здоровья, по ощущениям. Вот, ваше правило по ощущениям. Как бы, вроде бы, знаете, где-то кому-то подсветить, где-то что-то подказать, но близко к себе не подпускать. Здесь всегда есть дистанция. Вы как-то вот все идеализируете. И это, для вас это вполне нормально, это естественно, потому что каждый человек создает свою жизнь, создает свой мир, свою вселенную, как ему удобно. Вот вам удобно, чтобы вот в вашей вселенной энергии, они были такие достаточно высокие, светлые, теплые, позитивные. Вам так приятно, вам так комфортно, в вашей душе так комфортно для проживания. Поэтому ваше основное правило – это ваш внутренний отклик. Вот что говорит ваша душа, что говорит ваше сердце. А исходя из этого, вот вы по семерке педаклей человек, который, знаете, вы всегда будете вкладываться больше других людей. Я не знаю, в какую-то свою идею, в какую-то свою мечту, в дружбу, в отношения. Вы всегда тот человек, который будете отдавать больше и ожидать получать, ну, как минимум столько же. Ну, как правило, вы всегда получаете намного меньше. Это вас огорчает, но с другой стороны, если вам сказать сделать по-другому, вы же не умеете, вы не хотите. Вы не хотите как будто бы на равных, потому что вы человек, который находит смысл жизни в отдаче. Вот есть люди, которым нравится принимать, а есть людям, которым нравится отдавать. И особенно, когда вы отдаете, видите обратную связь в формате улыбки, благодарности, вы, как говорится, и последнее можете отдать. Поэтому вот вкладываться в других людях, это вот ваше правило, да, то есть вот доброта, какой-то такой, знаете, наивность. Все равно присутствует какая-то детская наивность, открытость, человечность, что ли, хочется сказать что-то такое. И вы человек, который, знаете, вот больше сидит, фотосирует, мечтает, ждет. Вот какое-то здесь такое, я не знаю, как это. Знаете, мне почему-то напоминает горгону, или как этих, русалок, вот. Как русалка, не знаю, почему русалка, то у меня такое ощущение, что, знаете, вот какая-то русалка выплыла на берег, причем какие-то камни огромные, вот она сидит, хвостом машет, так на солнышко смотрит. Вот что-то тут такое. А ночью, когда луна светит, и вот прям блики вот остаются от луны, от воды, вот вам это очень-очень нравится, вот эти вот белые барашки, причем ночное, что-то такое. Либо когда в воде отражается, здесь вот вода идет, да, как состояние души, и небо, звезды, когда отражается вот именно в воде, вот это вот ваше то состояние. Какое ваше правило? Да вы романтик. Какие у вас правила? Что бы вам было хорошо? Ну вот выпала верховная жрица, какие у вас правила? У вас разве есть какие-то правила по жизни? Ваше внутреннее, ваше внутреннее ощущение тишины. Верховная жрица, это шихина, называется, мать, мать любящая, любящая все существа на земле. Вот вы такая. Это тайна, это что-то такое сакральное, очень любящая, понимающая. Причем, знаете, в минусе, ведь верховная жрица всегда будет говорить о заниженной самооценке и желании все время выслужиться перед другим человеком, чтобы получить одобрение, чтобы получить оценку, чтобы ее как-то вот приняли, чтобы оценили, потому что самостоятельно она не понимает, она не знает свою глубину, она не знает свою ценность. Поэтому вот ощущение того, что вы как человек не понимаете, не осознаете, насколько вы прекрасны вообще. Мир достаточно жестокий, но вы по своей природе, да, вот вы как-то кристально чисты и очень такая вот приятная душа. Поэтому вы, вот хочется сказать, на фоне вот этой жестокости реальности, да, где-то блекнете, что ли, вас как будто бы не могут понять, вас не могут оценить по заслугам. Вы как-то больше молчите. Смотрите, вот на вас выпадают великие арканы, да, кольцо фортуны, пятерка кубков. Какие у вас правила? Вот вы, возможно, в какой-то степени как-то вот подвластны, подвластны каким-то циклам. Ваши правила, вы живете как-то по своим каким-то определенным циклам, по своим каким-то определенным понятиям, да. Вот, например, вот если бы была какая-то вот, например, религия, да, у вас был бы выбор, вы бы, например, выбирали язычество, да, то есть вот каким-то образом связывая себя с духами, связывая себя с природой как таковой, там, я не знаю, шаманизм. Ну, здесь вот больше язычество мне идет, какие-то ритуалы, обряды, вот эти вот танцы в плане поддержки, там, плодородия, да. Давайте вот мы не будем молиться, а вот как-то вот станцуем какой-то вот такой танец, там, вместе с Богом Дионисом, вот что-то такое, чтобы было плодородие. Вот здесь какие-то такие моменты. Причем вы не постоянный человек, вы же очень такой изменчивый. По натуре своей, по характеру своему, вы не постоянный. Ваше единственное постоянство – это ваши эмоции, да, то есть умение очень тонко чувствовать мир. Вот это вот ваше постоянное. А как вы его чувствуете? В зависимости от того, как меняется мир, меняется и ваш цвет, хочется сказать. Такое ощущение, что вот вы прозрачный. И как вот это вот прозрачное стеклышко, на что посмотрит, да, если смотреть через прозрачное стекло, то какой цвет она и принимает. Вы как этот, калейдоскоп. В детстве играли в калейдоскоп, да. Вроде бы стеклышки одни и те же, но каждый раз, как их крутишь, они какой-то свой узор принимают. Вот здесь примерно что-то такое у меня идет. Ваши правила, вы то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. То есть вам здесь очень важно, очень важно находиться все время в каком-то балансе. Вот что Верховная Жрица говорит, что колесо фортуны. То есть у вас в жизни будет все хорошо. Я не вижу, чтобы здесь были какие-то вот большие деньги, да, что-то материя, богатства. Нет, вы, скорее всего, та волшебная фея, которая осчастливит, хочется сказать. Знаете, вот этот волшебный порошок бросает людям, и они становятся счастливыми. То есть вы как будто бы, вот, как бог удачи, да, приносите какую-то удачу. Но здесь важно очень, чтобы вы постоянно находились центрированы на себе, чтобы вы находились все время в балансе с собой, в гармонии с собой. Что не очень часто бывает в вашей жизни, и вот это вот приносит вам кучу сложностей, трудностей на вашем пути и преграды. Потому что вам нужно научиться быть не, как это, центрированными на себе. Что это значит? Это значит не становиться подвластными под других людей. Вы как, знаете, вот как я сказала, да, как фея, как некая такая волшебница, джинн, я не знаю. Какие руки попадете? Попадете в хорошие руки, да, люди будут желать мира, счастья. Попадете в плохие руки, люди будут желать, там, я не знаю, деньги, корысти и власти. Вот вы примерно такой человек, да, то есть как будто бы вот что-то своего нет. Здесь очень такая тонкая, какое-то тонкое существо мне идет, очень хрупкое, но при этом очень сильное. И здесь как раз-таки вам надо, если вы будете пребывать все время вот в балансе согласия с самим собой, вот это вот ваше единственное правило, да, то, что я сказала по звезде, то в вашей жизни все будет складываться достаточно хорошо, да, достаточно позитивно. С другой стороны, какое правило по пятерке кубков? Ну, здесь даже это не правило, а здесь мне правило не показывают, у вас нету правил, потому что здесь вы, все будет зависеть от воды. Вода, она такая непостоянная. У нее есть текучесть, она может в любой момент сменить свое русло, направление. Вот вы примерно такой же человек, здесь нету каких-то правил. По пятерке кубков здесь говорится о том, что вы очень сильно переживаете, эмоционируете. О каких-то утратах, да, слезы, может быть, льете. Для вас рутина – это вот прям очень-очень такое пагубное на вашу психику. Хотя, с другой стороны, когда все понятно, когда все известно, вам безопасно. Но рутина – это вот вообще она прям… Вам нужно, она будет вас разрушать. Вам нужно постоянно, как будто бы, знаете, вот там, где вы проходите, там, где вы ступаете, мне показывают все время какой-то, вот, я не знаю, радугу, вот цветы цветут, зелень. Знаете, как в мультиках, вот если бы рисовали, пришло лето, да, и мы видим такую девушку красивую, вот она идет, такая в прозрачном платье, у нее такие цветы, вот, и на платье. И вот там, где она ступает, все начинает свисти, вот вы такой человек. Поэтому у вас правил нет. Ваше главное правило – охраняйте свое сердце. Вот я вот так могу сказать, да. То есть старайтесь… Хотела сказать абстрагироваться от его, но нет, здесь не получится. Здесь не получится. Здесь вам как-то все время надо быть на высоте, вам все время надо быть в высоких вибрациях, все время вам нужно быть чистыми. Не падать в негатив, быть все время в каком-то балансе. Такие вот ваши правила были, двоечки. Так, и третья позиция – зеленый камешек. Сначала осмотрим вашу жизнь на сейчас, тройки. Я маг и волшебник, и аркан влюбленных. Вот что-то такое серьезное у вас сейчас происходит. Как будто вы взяли борозды правления в свою жизнь и решаете, что вы хотите сделать, что вы сейчас создаете. То есть как перед неким таким ритуалом мы подготавливаем все необходимые нам инструменты, материалы. И в тот момент, когда начинается ритуал, я полностью сфокусирован на самом процессе. Меня ничего не отвлекает. Вы сейчас находитесь как раз-таки в моменте подготовки этого ритуала. Выкладываете, подготавливаете алтарь, что-то делаете. Вот здесь ощущение того, что вы взяли борозды правления и будете создавать как будто бы свою реальность. Сейчас вы создаете то, что вы хотите. И аркан влюбленных здесь не говорит у меня о выборе, а здесь говорит о состоянии. Вы как будто бы настраиваете себя на это состояние того, что вы хотите получить. Это вот как, когда заряжаем какие-то амулеты, в принципе, заряжаем через себя. То есть если мы хотим зарядить амулет на позитив, на счастье, на удачу, то в принципе маг это состояние пропускает через себя первично и потом заряжает руками, или я не знаю, кто как работает, через свое собственное состояние, тот предмет, на который мы должны излить вот эту вот свою энергию. И вот здесь вот вы как будто бы сейчас находитесь вот в том состоянии, которое вы хотите излить через себя на мир, то есть вот проявить. Только здесь идет через состояние. Не ментально, а через состояние. Вы как будто бы настаиваетесь на то, что вам необходимо сейчас. Вот как это будет, что это будет, что я буду делать. Но это не пассивная такая позиция, да, вот настройки. А одновременно вы и совершаете какие-то действия. То есть вы и чувствуете, и ощущаете, да, подготавливаете, как говорится, почву, и при этом делаете, совершаете действия. Энергетически я всегда описываю, я никогда не говорю конкретные действия, потому что все-таки считываю энергию. Хорошо, ваши правила по жизни, как вы живете. Десятка пендаклей и девятка жезлов. Как вы живете? Ваше правило, что все должно быть понятно, все должно быть стабильно, и должен быть какой-то определенный фундамент, какая-то почва, на чем я могу опереться. Ощущение того, что вот ваши правила как-то продолжать некое наследие, которое вы переняли. Знаете, вот некую такую эстафету переняли, и надо ее продолжать развивать. То есть у меня такое чувство, что даже если это был бы какой-нибудь бизнес, то вы бы подумывали о семейном бизнесе, либо создать самостоятельно и потом передать это своим детям. То есть здесь такое тоже может быть. Изобилие. Вот вопросы изобилия для вас, они важны. Это может быть как внутреннего состояния, да, работа над собой, правила, так же и финансовое ощущение того, что вот всю свою жизнь вы как-то ориентируетесь на более успешных людей, на более людей, которые вот имеют то, что хотите вы. Вот ваши правила, они как будто бы перенимаются. Вот здесь вот как наследие. Я говорю, вы перенимаете какие-то правила от других людей, которые помогают вам достичь вот именно стабильности какого-то фундамента. Периодически ваши правила – это останавливаться и делать выводы. Вы не тот человек, как по первой позиции, который будете созидать, но по девятке жезлов вы тот человек, который будете периодически за шаг до победы, да, как-то вот останавливаться и все время задумываться, а надо оно мне или нет, да. Причем больше путь, когда уже прошли, да, и осталось, ну, условно говоря, прийти на финиш, вы все время будете об этом задумываться, да, то есть а надо ли, туда ли. Какая-то вот остановка у вас всегда есть перед финишной прямой. Я не знаю, с чем это связано, но вот здесь это как-то вот неоднократно. Какое-то вот затишье бывает, вы закрываетесь, уходите в себя, прежде чем совершите последний… Здесь даже вы можете и отказаться на последнем шаге. Такое у вас тоже может быть. Еще какие у вас правила по жизни? Рыцарь мечей. Ну, вы такой человек, знаете, опять-таки, категорично сказать, что вот только такой и больше нет, я не могу. Я бы сказала, что так или иначе по обстоятельствам, но в вашем характере присутствует целенаправленность какая-то такая, целеполагание, да, достижение каких-то целей. Вы в некоторой степени можете быть бескомпромиссными, да. И вот в этом-то есть некая такая жестокость бывает иногда по отношению к другим людям. Вы человек, который владеете словом, но не полностью. То есть вы не можете, как бы так сказать, вы говорите правду матку, да. И вот опять-таки, король мечей, он может ее сказать более корректно. А вот рыцарь мечей, он идет напролом, да. Он высказывает исключительно свою точку зрения, которую считает, которая придерживается, да. Это вот, знаете, такие люди, можно сказать, в некой степени мятежники, да, которые вот верят во что-то, в какое-то новое направление. И вот они его пропагандируют, да. То есть вот здесь такой момент тоже может быть. Достаточно жестокие бываете, когда у вас есть цель. То есть идете напролом, бываете иногда за шоринами, да, не видите. С одной стороны, это хорошо, это помогает вам достигать цели, не отвлекаться на что-то. А с другой стороны, оно не дает вам некой такой гибкости. В плане того, что, а можно было по-другому, да. Можно было более, как бы так сказать, экологично по отношению к другим людям. Вот такой момент здесь тоже проходит. Какие еще правила? Правила. Пашкубков. Ну, вам нравятся какие-то, знаете, такие сообщения приятные, добрые. Ну, возможно, вы любите детей, хотя я не совсем в этом уверена. Вот. Здесь такое ощущение, что вот вы можете просто отвлекаться какой-то период, либо на детей, либо на какое-то вот творчество, что ли. Ну, знаете, так, изредка сходить в какой-нибудь музей, там, либо сходить на какую-нибудь литературную встречу или еще что-то. Но это вот прям очень-очень редко. О чем мне говорит здесь Пашкубков? Божественно. О том, что вы хотели бы, знаете, вот здесь, скорее всего, вот этот рыцарь мечей, он и говорит, что самая наилучшая защита – это нападение. И, ну, это хорошо, лучик вышел света на вас. И вот здесь вот как будто бы вам хотелось бы, чтобы все было как-то вот попроще, что ли, легче. Но вот в вашем, в вашем мире, да, в вашем мире ощущения, восприятия – все как-то вот достаточно болезненно, жестко. И поэтому здесь есть какая-то вот просто неуверенность, чувство, что вы своего ребенка закрываете внутреннего. Что, возможно, вы такой, знаете, чувствительный человек. И в некоторой степени неуверенный, но присутствует вот этот вот авантюризм. И вы все время носите какую-то маску для того, чтобы скрыть вот этого своего внутреннего ребенка, какую-то свою неуверенность, свою чувствительность. Знаете, вот бывают такие люди, в душе такие теплые, такие, я не знаю, в дужке. А вскрывается все время за маской какой-то такой, знаете, холодный, ну, не подходи, убью или еще что-то такое. Вот хочется сказать, что прям, ну, хочется обнять, да. Вот как в сказке это «Красавица и чудовище», да, вроде бы чудовище, но внутри-то оно такое, ну, израненное и такое, которое хочется обнять, которое хочется подарить любовь. И каждый раз, когда ты вот обнимаешь вот это чудовище, оно начинает тебя кусать, оно начинает тебе причинять боль, потому что оно не умеет справляться со своими эмоциями. Ну, не знает, как это. То есть поэтому проще отказаться от любви, отказаться от эмоций, от переживаний. И тем самым оно ранит то, что оно любит. Вот здесь как-то какая-то такая ситуация. Но вот у меня по ощущениям, что вы, какие у вас правила по жизни, да, что нужна безопасность, всегда нужна подушка безопасности. Она может выражаться у каждого по-своему. У кого-то в финансах, у кого-то в какой-то уверенной работе, да, у кого-то в выстроенном фундаменте, да. Но вот вы все время как будто бы заслуживаете что-то, стараетесь, да. Вот как-то вкладываете больше усилий, чем другие. Такое ощущение, что, ну, это вы делаете самостоятельно, да. Это не потому что жизнь такая. Это вот вы почему-то выбираете такой путь, да, более трудный, более сложный. Не так, как первая позиция осознанно выбирает какой-то трудный путь, потому что вот в этом она находит свою философию, там еще что-то. Нет. Вы как-то, ну, идете более сложным путем. Более сложным путем. Ну, давайте еще вытащим две карты. Какие правила? Ну, вот правила победителя, понимаете. С одной стороны, шестерка жестов, а с другой стороны, семерка кубков, да. С одной стороны, я хочу быть победителем, я хочу быть на коне, я хочу быть первым. Я всегда хочу приносить какие-то вот такие вот позитивные, да, благостные, благостную какую-то информацию, да, о том, что война выиграна. То есть вот это вот внутреннее ощущение самоудовлетворения, да, удовлетворения самого себя. А с другой стороны, вот неумение сделать какой-то выбор по семерке кубков. Присутствует какая-то мечтательность. Вообще вам сложно. Сложно сделать как-то выбор, определиться. Но всегда хочется быть. Почему? Почему сложно сделать какой-то выбор? Потому что я хочу быть победителем. А чтобы быть победителем, здесь нужно, ну, много факторов, да. Здесь ведь не только ваша позиция, ваше знание. Допустим, если это какие-то военные действия, да, то вам вы должны рассчитать и понимать стратегию своего противника, да. То есть это вы же не сами играете. Всегда есть и обратная связь. Вот, и это усложняет вашу игру. Поэтому здесь вот ощущение того, что я хочу всегда быть на коне. Ну, безусловно, мы, адекватный человек понимает, что всегда есть взлеты, есть падения. А вот вам сложно даются падения. Поэтому вы желаете, и вы слишком требовательны от себя. Ваши правила, да, я всегда должен быть на коне. То есть даже, знаете, ощущение того, что вот если вы женщина, да, идете, например, по снегу. Вот, и там выбираете себе, ну, шпильки, каблуки. И вот поскользнулась и упала. Вот упасть тоже надо красиво, да. То есть так упасть, что вот как будто бы это так было, ну, задумано. Здесь что-то такое, да. То есть не просто в сугроб грохнуться, а упасть надо красиво. То есть даже проигрывать надо красиво. Что-то здесь такое идет. В принципе, я не могу сказать, что есть какие-то правила. Вам просто необходима жизненно необходима, для вас жизненно необходима безопасность. Безопасность. Вы очень боитесь, боитесь за жизнь, боитесь, ну, вот, как все будет развиваться. Почему? Потому что есть вот этот вот победитель, и есть... Я хочу быть на высоте для себя, да. У каждого вот эта высота, она свое понятие ведь. Поэтому здесь у вас вот этого желания. Я хочу быть на высоте, и я хочу, чтобы было так, как я представляю. Здесь такое чувство, что вот всю вашу жизнь как будто бы вас ломает ваше эго. И вы периодически сталкиваетесь с тем, что вам показывают, что а не так, как ты представляешь. Жизнь не такая, ты ее не видишь такой, какая она есть. Вот вы как будто бы, знаете, ведете какую-то борьбу с жизнью. Вы ей доказываете, что вот так, я же так прожила. У меня вот такие вот это, да, вот этот рыцарь мечевой прям такой напористый, где-то нагловатый, хамоватый. А жизнь ему говорит, нет, дорогой, ты можешь со мной спорить, но вот жизнь такая. Вот какая-то такая борьба, с одной стороны в этом есть какая-то игра, а с другой стороны вы где-то слишком серьезно подходите, и каждый раз, когда вы слишком серьезно воспринимаете жизнь, она вам стучит по голове. Он говорит, нет, дорогой, не будь так, как ты хочешь, будь так, как я хочу, либо так, как правильно. И вот здесь, безусловно, вы всегда будете в проигрыше, но вот проигрыш-то надо же еще и принять. И вот это сложно, вот в эти моменты ваш характер ломается, в эти моменты вы себя начинаете узнавать по-другому. Да, то есть вот в эти моменты вы как раз-таки растете. Это была у нас с вами третья позиция. Я благодарю вас всех за внимание, за ваши лайки и комментарии. Прощаюсь с вами. До следующего расклада. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok